Я был свободен. Но рано или поздно приходится проснуться. Конечно, если есть деньги, спину вылечить не проблема. Но ни на ветеранскую пенсию, ни с нашей экономикой. На моё пособие даже чашку кофе не купить. Я у них, как говорится, на очереди. Если вы хотите выжить, вам нужно выработать чёткое понимание ситуации. Нужно соблюдать правила. Правило первое. Ничто так не успокаивает, как инструктаж по технике безопасности. У нас есть граждане добропорядочные, недобропорядочные, либо какие-то заблуждающиеся граждане. При срабатывании технических средств охраны с объектов, в частности с торговых центров, мы с вами пребываем и устанавливаем цель срабатывания. Как только мы получаем информацию, что цель срабатывания – это наличие граждан, которые так или иначе уклоняются от исполнения законодательства, мы к ним подходим, представляемся, заранее представляемся, да, к ним подходим. То есть не ждём, пока нас спросят о том, кто такие. То есть добрый день, старший лейтенант или прапорщик полиции Иванов. Сразу же можно ему показать удостоверение, чтобы на это время не тратить, потому что всё равно они будут это требовать. Удостоверение показали 3 секунды, убрали его. Начинайте вести диалог, старайтесь выбрать самого, скажем так, толстого, самого зачинщика, потому что он вас будет подначивать. Выделите этого лидера и не бойтесь его, потому что, когда вы перебываете на объект, среди вас находятся граждане. Граждане, которые часть из них выполняют законное распоряжение, администрация, федеральные законы, а часть пытается всячески саппатировать исполнение этих документов. Вот вы, как орган исполнительной власти, являетесь старшими на этом разборе. И вы подходите к зачинщику, вы его выявляете самому наглого, да? Подходите к нему и доводите информацию о том, что прекратите совершать административное правонарушение, за которое предусмотрена ответственность по статье 20.6.1. Наденьте маску. Все. Ждете, даете время. Вам абсолютно все равно, что он скажет. Аллергия у него на маску. Или у него по вероисповеду не положено ему маски ходить. Или он знает сотню родственников, знает нашего президента, которому разрешил лично. Вам абсолютно это без разницы. У вас нет полномочий трактовать закон. Вы исполняете его. И в данном случае вы видите правонарушителя, который нарушает статью 20.6.1. Вы даете ему время на исполнение вашего законного распоряжения. Это время может быть, ну, секунд 20-30, приблизительно. По-человечески понять, сколько нужно времени засунуть руку в карман и одеть маску. Вам все равно, что он купил эту маску, он ее украл или где-то еще взял. У него должна быть маска на его лице, когда он заходит в торговый центр. После того, как эти 30 секунд прошли, ваш напарник, ваш сотрудник группы задержания, полицейский водитель, осуществляет видеосъемку этого правонарушения, чтобы в последующем было видно, что сотрудник старшей группы задержания изъявил и высказал точку зрения и довел до него, что человек нарушает. Затем 30 секунд проходит, вы видите, что полемика продолжается. С вашей стороны вы молчите после этого. 30 секунд проходит, время отведенное на то, чтобы он надел маску. Вы предупреждаете гражданина, что действия ваши могут быть отжалованы в вышестоящую инстанцию, если по какой-то причине правонарушитель считает, что вы неправы. Он опять что угодно может вам говорить, что он там в ГАГУ обратится, еще куда-то обратится. После этих слов, когда вы ему довели, что ваши действия могут быть отжалованы, повторите требования. Пожалуйста, прекратите совершать административные правонарушения, наденьте маску. Все надеваемые экзокомплекты и поживее. Без маски вы ровно через 20 секунд потеряете сознание, а через 4 минуты жизнь. Сегодня никаких смертей, не портите мне отчет. Это необходимо для того, чтобы появилось понятие неоднократности ваших требований. При наличии двух требований, обоснованных, правонарушитель продолжает вас игнорировать и сыпать нормативными документами. А его рядом стоящие люди также вас подначивают. Не ведитесь на эту провокацию. У вас есть неоднократность. Теперь вы уже говорите о том, что в действиях правонарушителя имеется состав другого правонарушения, который уже не 20.61, который покушается на эпидемиологические требования, а который уже в целом покушается, грубо говоря, и ставит под сомнение вашу компетентность. Вы довольны, что в действиях этого гражданина усматриваются признаки состава правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.3, то есть непомеровение законному распоряжению сотрудника полиции. Вы также ждете, что он дальше делает. Буквально 5 секунд говорите, что в случае отказа в отношении него будет применена физическая сила и иные меры принуждения, если он далее будет отказываться от исполнения ваших законных требований. То есть гражданин отказывается, гражданин не садится в служебный автомобиль для того, чтобы в отношении него был составлен администрационный материал по статье 19.3. Все, у вас на руках карт-бланш. Нарушитель отказывается, к нарушителю необходимо принудительно доставить в отдел полиции. В отношении него может быть применена физическая сила, средства ограничения подвижности. Если вы чувствуете превосходство со стороны правонарушителей, вы затребуете помощь. Во-первых, если это район, где есть более двух ГЗ или две, силами другой ГЗ, силу, какого вы запрашиваете. Если одна ГЗ, то запрашиваете поддержку ВОВД, говоря о том, что вы производите задержание уже, и в виде численной превосходства вам необходима поддержка. То есть не говорите о том, что у нас здесь какие-то непонятки. Вы уже производите задержание, вам необходима поддержка. По приезду группы задержания, либо сотрудников, еще раз повторяйте, что в его действиях усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного в статье 19.3. Если он добровольно не садится, к нему будет применена физическая сила. Все, он опять продолжает цепить травматичными документами, начинается задержание. Бескомпромиссное задержание. Здесь не должно быть такое, да ладно, ладно, я согласен, там давайте все. Все, он уже нарушил ваши требования, ваши законные требования. Следующая восстановка должна быть дежурной части территориального ОВД. Никаких компромиссов быть не должно. Вы старшие там. Это, в принципе, как бы все. Если какие-то вопросы есть, необходимо свести к минимуму общение с этими блогерами. Во-первых, он исполняет законные распоряжения, одевает маску. Во-вторых, если это не помогает, он едет по 19.3. Все. Не нужно с ним вступать в полемику и показывать, насколько вы юридически подкованы о том, что вы знаете все распоряжения Российской Федерации, о том, что вы знаете все постановления Верховного Суда, незнание законов со стороны правонарушителя. Не дает ли вы права избежать ответственности за нарушение? Не из... Только так. Как только вы начинаете с ним, скажем так, развозить кашу по тарелке, это ему выгодно. Тем больше он снимет в отношении вас какого-то материала непонятного, тем больше он кровью попьет. По 19.3 он уедет и 15 суток, и привет ему. Два-три раза уедет, он прекратит это делать и начнет надевать маску. Тогда он перейдет куар-кадам, тогда будем дальше разбираться. Также после 19.3 там, насколько мне известно, увеличились штрафы. Раньше было 1000 рублей, сейчас от двух до четырех. Но почему-то мне подсказывает, что уедут они по суткам, не будет отношения штрафа административного. От двух до пятнадцати. Есть еще кое-что. Последний этап посвящения войны. Когда я стану одним из них, они послушают меня. Здрасте, опять машины вызвали. Садорник Росгвардию, браповщик, кончеков. Здрасте. А в связи с чем прибыли? Тревожную кнопку нажали. Здрасте. Мы без куар-кода делаем на вынос. Я понял, но вы поймите, тоже прекрасно, то, что они имеют право не показывать в руку. Согласно Конституции, подождите, согласно Конституции Российской Федерации, праве передержения человека может ограничиться только федеральный закон, а не постановление кабинетского. А почему мы об этом тогда не знаем? Почему нам говорят? Спрашивают, что об этом нет? У вас сводят заглушление. Я понимаю, есть такое постановление, которое кабинет административный. Я спрашиваю. Оно еще не подписано. Я вот вам только что же показывал. Просто видите, нам говорят одно. Вы должны руководствоваться только законом. Прежде всего, Конституция Российской Федерации, я же вам только сейчас объяснил, праве передвижения ограничить только человека может федеральный закон. То есть получается, вот сейчас с этого момента я пускаю всех. Так получается. Не понял еще раз. С этого момента я пускаю всех. Есть у него корок, вот нет у него корок. Нет, это ваше решение. Я же приезжаю сюда по тревожной кнопке и выясняю причину. Мне сказали вызвать вас. Сказали, вы все знаете. Что без коркодов мы не обслуживаем. Я вот вам сейчас объясняю. Это я приехал по вашей тревожной кнопке, которую вы нажали. Административного правонарушения предсоциальных уголовных действий здесь я не вижу. Вот на данный момент. Все хорошо, я сам руководству передам. Спасибо, что вам нет. К нам претензии есть какие-нибудь? К вам нет, спасибо. Так, Эльзира, я вам сейчас объясню. Требования QR-кодов это незаконно. Вы можете только рекомендательный характер. То есть вы можете только рекомендовать. Попросили, нету. Ограничивать вы при этом не имеете права. Понимаете? Нет, хорошо. Благодарю. Будьте добры. У нас как раз эта девушка в маске, уважаемая, как раз стоит у входа и не пускает никого. Быть может, ей необходимо все воскресить? О, благодарю тебя. А Марс, я вас. У вас не будет ничего, нет никого. Вы кто вообще? Будьте добры, представьтесь. Я управляющий торговый центр. Девушка, я уже представлялась. Давайте не будем, ладно? Хорошо, хорошо. Вы все прекрасно слышали. Я все слышала. Вы сейчас уйдете, вы нечная партия какой-нибудь? Я вступлю, да, буду членом партии. Все, хорошо. Вы, значит, сейчас покидаете свой пост, так ведь? Конечно. Да, все. Благодарим. Мы вас благодарим. К вам, портензи. Все. Вот я сейчас... Нет, просто вы поймите, объясните, что есть конституция Российской Федерации, где там четко и ясно все прописано. Есть фиберальные законы. Если вот фиберальные законы, фиберальные законы уже будут, или там где-то написано, что ограничивать права и свободу граждан, то на этом можно основываться. А постановление кабинетов министров, да, оно как бы есть, но есть же фиберальные законы. Оно не обязательно к применению, только рекомендательный характер. Я надеюсь, вы нас услышали. Вы услышали уполномоченное лицо. Я думаю, у вас к нему доверия больше, чем ко мне. Задай получше. Правильно же? Все, благодарю. Хорошего дня. У вас претензии ко мне есть? Нет, наоборот, я вам бы хотел выписать премию даже. Я обязательно обращусь к руководству. Например, а вы здесь только руководство. А разрешите мне вас угостить кофе. Ну, это ваше решение? Все, отлично. И двое родить, надо двое. Ну, хорошо, два, значит. На Ави верят, что каждый из нас рождается дважды. Во второй раз, когда твой народ принимает тебя. навсегда. Нам просто ехать надо. Примите от нас, пожалуйста, кофе в качестве благодарности. То, что вы действительно донесли информацию правильно получать руководителю бургии. Мы гордимся. Вот от всего народа говорим. У нас очень много сотен тысяч покрыщиков. Вы пока самый лучший сотрудник Росгвардии, кого я встречал. У меня на пути все хорошие встречались, но такой, как вы, единственный, который действительно донес информацию до людей. Я вам желаю оставаться всегда таким же. честно и с совестью, так скажем. Спасибо вам за работу. У меня нет вам именно в эквиваленте здоровья, денег, любви, счастья, семейного благополучия и взаимопонимания с детишками. Все, все, не перегибай. Не, не, нормально. Все, до свидания. А мы еще увидимся. Вам до того, что у нас красавчиков. Красавчиков. Обожаю красавчиков. Я в восторге от сотрудников Росгвардии. Если ты один из нас, помоги. Я желаю всех благ. Я думаю, что именно как конкретно в связи с Росгвардией и с МВД мы будем дружить, а не воевать и не забирать чей-то хлеб, да, там, куда-то, кому-то. Вот. И я думаю, что мы быстрее справимся с этим произволом, с этим QR-кодами, которые, замечу, отсутствуют вообще в законодательстве и нормы права, как таковой, нет. Но рано или поздно приходится проснуться. Все изменилось. Кажется, что реальный мир та моя, а это все страшный сон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова